Добрый день! Во-первых, мне приятно очень здесь находиться, потому что у меня реконсолидация памяти получалась всю первую половину дня, поскольку понятно, что я в этом институте проработала очень много лет, и каждая черточка напоминает много всего. Второе, что я хочу сказать, что я вчера поздно вечером, когда мы расстались с двумя предыдущими докладчиками, я решила почистить свою презентацию. Я, естественно, не знала того, что они будут говорить, у нас не было ни слова на эту тему сказано, но я убрала оттуда несколько вещей, это интуитивно, которые, с одной стороны, мне жаль, что убрала, а с другой стороны, об этом части говорил Константин Владимирович. То есть я убрала Арбели, Павлова и еще несколько штук. И третье, что я хочу сказать, и на этом вступлении мое закончится, что в последнее время я все время сталкиваюсь с таким сожалению внутренним от того, что идут время от времени, идут большие концептуальные доклады, как те, которые мы прослушали сегодня утром, а мы проносимся бимоних, как в сапсане, в котором вся моя жизнь заходит. То есть вместо того, чтобы... Это ничья не вина, это просто вот почему-то так происходит все время. И после доклада Павла Милославовича, и после доклада Константина Владимировича нужно было бы сидеть много часов и комментировать это, задавать вопросы и сомневаться и так далее. У меня просто десятки пунктов по каждому, по которым имело бы смысл говорить, но ничего не выходит. Поэтому попробуйте делать то, что возможно. Я перескакиваю на как бы макроуровень, потому что биологическая эволюция символических систем – это уже про людей. И я начну тоже с нескольких портретов. Первый будет физик Риммон Дайсон. И вовсе не то, что я обычно люблю обсуждать, а именно, что ученые есть лягушки, а есть птицы. Одни наблюдают крупные процессы, а другие маленькие штучки. Никто никого не лучше, не хуже. Но я не к этому, а к названию этой книги. Как бы внедрение, что ли, во Вселенную. Как бы мы лезем туда и тревожим эту историю. То, на самом деле, о чем сегодня был разговор, вообще-то говоря, про это. Я не без экзотики. Отец Павел Флоренский, говоря о том, что происходит, когда у нас открытие, или когда у нас творческие такие прорывы. Смотрите, что он писал. Требуется мощный удар по нашему существу, внезапно, исторгающий нас из самих себя. Требуется суверенчность сознания, всегда блуждающего в границе миров, а на самом деле физического и духовного. Я сейчас к этому... На самом деле, Константин Владимирович говорит и про это тоже. Но нет у нас владения умения и силы углубиться ни в тот, ни в другой. Мы находим... Нет, давайте я перелистну. И вот, что я вчера придумала в ночи. Я передатский экзамен сдавала многим разным людям здесь. И один из тех, кто у меня экзамен принимал, был сын воина Есенецкого, заведующий лабораторией здесь, который здесь работал в жизни. А вот знаменитый Валентин Феликсович, который, как известно, артилепископ Лука, и нейрохирург, посмотрите, что он говорил. Он же был подвергнут... Понятно, он сидевший человек. В общем, все известно про него. И вот следователю говорит, Бога я действительно не видел. Но я много оперировал на мозге, и открывая очередную коробку, никогда не видел там так же и ума. И совести там тоже не находил. Это, конечно, остроумно, но на самом деле это очень глубокая, серьезная вещь. Потому что вот этот разрыв, провал между физическим, который мы можем изучать, и дальше, это перетекает в область вообще совсем другую, когда почти сплошь идут разговоры. Вот, и как бы, естественно, научное изучение этого очень трудно является проблемой. Потому что то, о чем я сейчас буду говорить, поговорить-то можно много. И огромная гуманитарная наука есть, в том числе и довольно строгая гуманитарная наука, как, например, структурная лингвистика или когнитивная психология, это экспериментальные исследования. Но это все равно не перерывает то, о чем говорил Константин Владимирович в частности. А именно, ну и что из того, что мы увидим каждый нейрон, ну и что из того, что у нас будут замечательные, уже есть замечательные томографы и еще куча разных методов. И мы вот, чем дальше, тем больше, тем более дробно, тем более подробно все это увидим. А дальше что? Как мы это сведем с высшими нашими умениями? Здесь существует очень большая проблема, и одна стерсия отражена. Эволюция на Земле, понятно, не здесь говорить. Это путь вот самого простого к самому сложному, и это самое сложное ровно то, о чем я сейчас говорила. Интересным образом, кстати говоря, приходится задать вопрос, который некорректный, а именно, зачем? Ну, про естественный мир, как бы задавать вопрос, зачем нельзя, и задавать вопрос, почему тоже нельзя. Еще почему как-то можно, можно сказать, было бы, что, ну, адаптируемся мы лучше, куда ни шло. Но можно было бы адаптироваться и без самых высших психических функций, чем бы их ни называть. Поэтому, вот как это вышло и почему мы движемся в сторону, и уже придвинулись в сторону, вот такого сложнейшего информационного мира, в котором мы оперируем знаковыми системами. Знаковые системы – это другой мир, это не физический мир. Это что-то странное такое, чтобы договоренности создает пространство, в которых живет человечество со всей его цивилизацией. Поскольку я выращена, как ученый, вот в этом институте, то такие вещи, до которых другим людям долго приходилось доходить, для меня, на меня они счастливым образом вывалились просто со всей идеологии работы этого института. Я понимала, что филогенез и вентогенез – обязательно связанные вещи, что без эволюции вообще изучать это нельзя. То есть это то, что все люди, живущие вот в этом пространстве, знают, можно сказать, с молоком матери получили, в то время как другим нужно еще доходить до этого. Но все-таки, вот как это вышло, почему люди – это такие существа, которые живут в этом втором мире, в виртуальном мире, в котором символические, не физические вещи, может быть, являются для нас чуть ли не более важными, чем физические. Это просто факт, на этом стоит наша цивилизация, нравится нам или не нравится. В эволюционном смысле стоит задать вопрос, откуда это взялось, и есть ли признаки чего-нибудь такого у других геологических видов, которые наши ближайшие или обдаленные родственники. На этот вопрос очень труден ответ. И один из, нет времени это обсуждать, но один из неприятных моментов заключается в антропоцентризме. Когда мы смотрим на данные, правильно полученные, честно полученные данные по поведению, памяти, сигналам, коммуникации, других биологических видов, мы мерим это своей шкалой. Мы говорим, он какой-то грустный. Он грустный или не грустный? Или он вкладывает в это такое содержание. Откуда вы знаете, какое он содержание вкладывает? Это с нашей позиции он вкладывает. Ну хорошо, вот это наш прямой геологический предок. Вот это существо, оно еще не позвоночное, но если бы оно исчезло по причинам, которых могло быть много миллионов или миллиардов, то и нас бы не было. Это непосредственный наш предок. Гоулт в своей книжке, которая так и называется «Wonderful Life», он пишет, что для него страшное удивление, как это вообще все вышло. Нас же могло не быть. Не только жизни могло не быть, но уж нас-то точно могло не быть. Любая фактуация на этом эволюционном пути привела бы к тому, что нас бы не было. Есть сейчас книжки, которые называются «Четыре миллиона лет одиночества». В том смысле, что вот мы живем тут, а есть ли кто-нибудь еще во Вселенной, и удастся ли нам, и надо ли нам в какие-то контакты с этим вступать. То есть мы кто такие? Откуда мы взялись-то здесь? Интерес к этому на самом деле довольно древний. Я вот недавно разные книжки домашние смотрела, и вот нашла, что Эмпидокл, это пятый век до новой эры, у него большая поэма, не вся она дошла, но вот кусок, который я оттуда нашла. Как он представлял себе состав живой природы, мне очень понравилось. Выросло много голов, отдельно голов, затылка лишенных и шеи, голые руки блуждали, в плечах не имея приюта. Очень скитались по свету, одни безо лбов сиротея. Смерть, конечно, но я имею в виду, что в некотором смысле, если это понимать как метафору, то разные умения рассыпаны были отдельно, а потом, в том числе и функции их менялись, я имею в виду функции органов или морфологических структур, что приводило к другим результатам, нет возможности у нас обсуждать. Для того, чтобы получились мы, должно было много произойти всякого, ну, конечно, должен был измениться мозг, вокальный тракт, ну, голосовой тракт, должна была появиться кросс-модальные нейронные переходы, двуногость, использование орудий, другая структура среднего уха, кстати говоря, как ни странно, именно этим вопросом довольно долго никто не интересовался. Это довольно смешно, потому что если есть существо, которое говорит, и это очень сложный код, и акустически невероятно трудная вещь, то должно быть уха, которое в состоянии с огромной скоростью и с очень большой точностью анализировать акустический сигнал. Для этого должны быть специальные механизмы. И они тоже долго развивались, просто на них именно почему-то никто особенно не смотрел. Не буду, конечно, в генетику залезать, но все-таки то, что меня поразило еще, когда мы с Константином Владимировичем практически не были знакомы, я в каком-то из его публичных выступлений это услышала, чуть ли не у Гордона. А фраза была сказана такая, что вся эволюция, может быть, не эта фраза, но идея такая была, что вся эволюция в конечном итоге, это нейроэволюция, то есть все потуги всех этих огромных времен страшных эволюционных, энергетических и прочих затрат вели к тому, чтобы организовался такой сложнейший мозг с счастливыми или несчастными обладателями, которого мы являемся. Из 280 Human Specific Genes 54 обслуживают, если можно так грубо выразиться, префронтальный кортекс, то есть вектор, виден вектор. Вот я с этого начала и просто очередной раз упоминаю, хотя, разумеется, у меня ответа нет. Почему? Зачем? Природе люди не нужны. Природе люди или люди – существа с сознанием, с рефлексией, с возможностью анализа, с желанием разгадать законы природы. Природе не нужны, потому что природа свои законы хорошо знает. Все происходит. Таблица Менделеевская работает, все вращаются по своим орбитам, как малые, так и большие. Вроде незачем. Тем не менее, это произошло. Недавно, я, ну, естественно, поскольку я очень концентрированно тоже читаю, недавно я прочла, буквально пару недель назад, довольно серьезную статью, где было сказано, что дело не в том, что у нас передние отделы мозга такие большие и совершенные, потому что они у других есть, не маленькие. А дело в том, что у нас большее количество нейронов, то есть плотность всей этой истории другая, сложность не в том, сложность или мощность, как хотите называйте, не в том, что у нас появились отделы, которых у других нет. А это само собой. Но идет разговор как бы о качестве, о качестве нервной ткани. Довольно крупный мозг есть у других, если иметь в виду, как это называется, соотношение веса мозга и веса тела, там и так далее. Очень сложный мозг у слонов, очень сложный мозг, конечно, у дельфинов, но уж я не говорю там про приматов, это понятная история. То есть ясно, что оно в эту сторону ехало. У нас изменился голосовой аппарат, потому что ларинкс опустился, и там образовалась всякая всячина, о чем я говорю к нему, что позволило нам использовать те же анатомические структуры для другой функции, а именно для разговора. Когда раньше, это было годы назад, до того, как генетика так мощно выступила. Сейчас вот в вопросах антропогенеза и всего, что мы сейчас не можем обсуждать, генетика играет первую скрипку. А когда этого не было, то тогда что? Искали существа, то есть не искали, а натыкались на существа, на останки древних людей, по которым даже было немомятно, люди это или не люди, это, кстати, отдельный трудный вопрос. Ну вот, и смотрели, что у них там, подходящий ли объем внутри черепной, мог ли там уже быть более или менее подходящий мозг, какой, были ли уже лобные доли, там и так далее. А также смотрели на руку и смотрели на гортань. Но о чем, опять-таки, времени у меня нет говорить, это не вполне правильно, потому что одна из точек зрения, и очень мощный источник зрения на происхождение языка, говорит о том, что совсем не обязательно первый человеческий язык, первый в кавычках, естественно, был вокальным. Это большая вероятность того, что он был жестовым. И тогда расположение гортани как бы не является каузальным фактором для того, чтобы определить, это уже говорящий человек или не говорящий. Языковая компетенция или языковая способность, как это по-русски называется, это вовсе не про то, кто способен к изучению иностранных языков, а это некое фундаментальное, фундаментальное, универсальное свойство хомо-сапиенс-сапиенс, я бы даже сказала хомо-локвенс, которое обеспечивает возможность каждого новорожденного и немножко прожившего члена нашей семьи человеческой овладеть своим первым языком. Просто поскольку одна из моих квалификаций это лингвистика, я вам хочу сказать, что и речи нет о том, чтобы это было возможно, если бы это было просто слушание и запоминание. Это нет. Речь не идет о запоминании, это не магнитофон. Речь идет о дешифровке сложнейшего кода, которым является человеческий язык, что делает мозг маленького ребенка. И делает он это благодаря тому, что у него есть врожденные генетические механизмы для расшифровки именно таких кодов. Как это вышло, мы не знаем, и говорить я об этом сейчас, естественно, не могу. Поэтому у человека, который растет и дожил до возраста, когда ему надо своим первым языком обладевать, у него вот это включается, это основано на пластичности мозга, это основа, и у этого есть временные рамки, то, что называется критический возраст. Мы не можем сейчас это обсуждать, к сожалению. Таким образом, этот мозг пишет сам себе, пишет некий виртуальный учебник данного языка, который не имеет ничего общего с учебниками в общем понимании. Благодаря этому человек говорит. Для этого в мозгу эволюционно, естественно, образовались специальные зоны. Это я не лекцию для студентов читаю, но, как мои предшественники сегодня говорили, все-таки это готовилось для школы. Поэтому те из взрослых, которые это знают, пусть меня простают. Значит, есть зона брака, которая отвечает за собственную языковую продукцию, есть зона верники, которая отвечает за восприятие. Давно уже понятно, что в обработке таких сложнейших сигналов участвуют, разумеется, никакие не две отдельные зоны, а вся сложнейшая мозговая, вся эта структура, это гигантская сеть, как Константин Владимирович говорит, сеть сетей, сеть сетей, сетей, гиперсеть и так дальше, сколько хватит сил. Это очень мощные изучаемые вещи и изучаемые экспериментально. Вот как я, скажем, работаю с Институтом мозга человека, со Светасов-Севосимовым видео и его командой. То есть это уже не разговорная часть всей этой истории, а это использование разных томографий, использование прибора для фиксации сокат. Это еще там целый ряд экспериментальных методов, которые, ну, энцфолография, естественно, там вызваны потенциалы, понятно все это. Основные дискуссии, которые идут, и это вообще-то эволюционные дискуссии, это что, у нас в мозгу есть зоны, которые отвечают именно за какие-то специальные вещи, вроде того, что я сказала, речевые зоны. И эти речевые зоны отвечают еще много, за много всякого. Например, вообще за классификацию, вообще за категориальное восприятие. То есть вот этот вопрос очень серьезный, и он изучается тоже экспериментально, и мы в том числе участие в этом применим. То есть когнитивные и языковые возможности, они эволюционные, в смысле они, неправильно я сказала, не эволюционные, а они в процессе эволюции, они стали независимыми от других высших функций, или это всеобщая какая-то коробка с очень сложными индикаторами разными. То есть это играет в том числе очень сложная вероятностная модель, которая играет не только на язык, а и на похожие вещи. Есть экспериментальные методы на эти вопросы отвечать, я просто про них говорить не могу. Это очень сложные коды. Вот представьте себе, что вот вы сейчас меня слушаете, вот когда вы смотрите на экран, то у нас есть спасительные пробелы между словами. Вы по крайней мере знаете, когда что-то закончилось, что началось. Если сделать то, что я много раз в жизни делала, а именно записать спектр вот моей, например, речи, и вы посмотрите на эту спектральную картину, то я вам твердо говорю, что нужно несколько лет учиться для того, чтобы расшифровать этот сигнал. Если не пользоваться автоматическими системами, я имею в виду, потому что это идет сплошной поток. Как вообще это удается сделать? Это очень сложный код. Между прочим, остановлюсь здесь еще вот на чем. Некоторые самые крупные из исследователей этого, например, там Наум Хомский, он вообще говорит, что язык создан, ну я в кавычках говорю, создан не для коммуникации, он создан для мышления, вот он что говорит. Потому что для коммуникации человеческий язык плохо. Для коммуникации хорошо в азбуке Морзе. Вот здесь отскучал, а здесь то же самое получил. В языке все зависит от контекста. Кто сказал, когда сказал, с какой интонацией сказал, каких позиций все придерживают. То, что сегодня, это сегодня, это вот что значит, а завтра это же. Вот что значит. То есть это сложнейший код. Как нам вообще удается хоть как-то коммуницировать, является на самом деле большой загадкой. Так что это очень сложный код. В основе этого кода лежат фонемы. Фонемы это минимальные звуковые единицы, при перемене которых одну на другую, меняется смысл. То есть это не вообще перемена звука на звук, скажем, этого на это, а это пил-пел. То есть то, что меняет звук. Это очень маленькие изменения. Я повторяю, если смотреть на спектрограмме, то это только нужно очень опытный глаз, чтобы он эту разницу распределил. Как это мозг делает? То есть это вот разделение по полушариям, кстати говоря, эволюционно произошедшее, оно на эту тему выделилось что? Выделилось мощнейшее компьютерное, в смысле вычисляющее, вычислительное, лучше сказать, система, которая вот здесь этим и занимается. Это требует огромных затрат, огромных скоростей, это требует большого мозга. Тут, если бы было время, я бы сама себя начала рубить и говорить, а как это делают попугаи, у которых нет коры, и у них, разумеется, никаких брака и верники нет, однако они понимают звуковой, речевой сигнал, как это выходит, как это делают большие приматы, обезьяне, известный этот проект, который с Америкой шел, там же идет коммуникация, языковая коммуникация, но не устная, но какая разница, устная, не устная, жестная, она же идет, за счет чего? У меня нет, разумеется, ответов, но что-то же здесь есть, поэтому вот сейчас, это здесь просто не очень видно, это различные языки, как бы, вот я некоторое количество очень крупных ученых здесь поместила, и это то, как язык развивался, как сейчас мы знаем, как он развивался, какие были семьи, на что они членились, кто кому родственник, кто кому не родственник, и есть разные показатели для этого, а когда речь идет не только о самой лингвистике, а об этносах, то здесь выходит на сцену и очень победно выходит на сцену генетика, этногенетика, которая сейчас гигантский информат, гигантский пул данных миру дает, который же никогда не было, поэтому занимаются так называемой языковой типологией, вот Хомский справа как раз, и рисуют вот такие леса, деревья, кластеры, какая семья с какой связана, зачем нам это нужно, это ведь не салонная беседа, а мы хотим знать, как это вообще вышло, откуда это взялось-то все, и как это двигалось, то есть то, что мы считали, вот то, что я на лекции студентам еще там 10 лет назад читала, я все зачерпнула уже, это все не так, то есть очень стремительно эта наука движется, но у нас есть и другие символические языки, да, я забыла самое главное сказать, мы имеем дело с символическим миром, в котором действуют символические языки, символические это значит договорные, договорные, то, что это называется чашкой, не более, чем наш договор, мы можем это назвать декапом, или еще 100 способами, или столом, или микрофоном, это наш договор, то есть у нас есть код, только те, кто владеет этим кодом, в состоянии друг с другом этим кодом пользоваться, если вы не владеете, это бесполезно, вы его не можете найти вне этих символических систем, мы живем среди символических и других языков, например, математика, один из очень интригующих вопросов, это математик, я с многими людьми и с математиками об этом постоянно беседую, математика это свойство мира или свойство мозга, это мир, как Галилей писал, написан языком математики, для того, чтобы нам понять это, хорошо бы ее тоже знать, или это свойство нашего мозга, Кант говорил, все это справедливо для существ с таким мозгом, но он про мозг именно в прямом смысле не говорил, но это имелось в виду, то есть у нас такая математика, потому что мы так умеем думать, или она объективно такая, не предлагаю даже продолжать, трудная история, поэтому вот мир, в который мы вот так вот влезли, вот это описательная вещь, то есть она на самом деле там вот так, или это мы так хорошо придумываем? Мы знаем, что люди, которые занимаются математикой по-настоящему, это сильно влияет на их мозг, это я там для веселья говорю, немножко выпадает из моего, из основной темы, и более того, они относятся к формулам и к математическим выводам, так, как люди искусства относятся к произведениям искусства, то есть одним из критериев является красота исполнения, как бы, я выбираю это, а не это, потому что очень красиво, вот это очень красиво, внутри нашего мозга лежит, ничего красивого и некрасивого в мире нет, в мире есть только то, что есть, если на этот мир смотрят, или слушают, или читают, или думают, что сам по себе представляет мир, вопрос мы оставим в покое. У художников, в широком смысле, у людей искусство, структурно, иначе организованный мозг, я знаю все опасности того, что я сейчас говорю, потому что те, кто занимаются мозговыми исследованиями, прекрасно знают индивидуальные отличия вообще всех от всех, которые их не бьют, вам всю статистику и так далее, поэтому здесь дело не в том, что если будешь рисовать, то у тебя будет такой мозг, если танцевать, то такой, а если формулу решать, то эдакий, а в том, что такого рода занятия, то есть очень сложные, и практически почти не встречающиеся в обычной жизни занятия, они как требуют огромных затрат и специфики, так и делают их, вспоминая эпигенетику, я почему говорю, что мне ужасно жалко, что мы не можем обсуждать это все, потому что занятие музыкой влияет на гены, это все, что я скажу, потому что времени нет. Есть у нас и такие языки, а именно пластика, и это танец, это всякие гимнастики и все в таком духе. Не стоит думать, что это какое-то второстепенное или более низкого ранга занятие. Вот почему. Потому что если посмотреть, что делается в мозгу у танцовщика, то посмотрите, что там делается. То есть это очень сложно работающая нейронная сеть. Причем синхронно должна она работать, синхронно тоже в некоторых кавычках, потому что иначе этого не выйдет ничего. Музыка также не является тем, о чем нам рассказывали в 80-е годы, когда шла основная мода на правое и левое полушарии. Я вот ровно здесь этим сама и занималась. Отчасти у меня и докторская на эту тему здесь защищалась. И тогда считалась музыка с правом полушарии, математика в левом, язык в левом, эмоции в правом. Но если очень грубо пилить, то, конечно, так и получится. На самом деле, разумеется, этого ничего нету, потому что если эта музыка, которую вы слушаете в филармонии, сравниваете исполнение фон Караяна и, я не знаю, там, Светланова, условно говоря, если еще у вас в руках партитуры, то это еще какая-либо полушарная деятельность. Поэтому неправильное деление. Деление не по ящичкам, в которых лежат объекты, а по когнитивным процедурам, которые с этими, неважно какими, объектами происходят. То есть это совершенно деление другое. Тем не менее, музыка сложнейшие процессы в мозгу запускает. Известно, об этом сейчас много пишут, что детей должны учить музыке, в частности, не для того, чтобы хорошо быть образованным, это и так понятно, а из-за того, что, как пишет англоязычная литература, investment into their future. То есть это инвестиция в их будущее. Те, кто рано занимались музыкой, сложнейшей вещью, ну, вспомните, одна рука играет одно, другая другое, это огромная скорость, это невероятная моторика, я ничего не говорила про смыслы, идеи, даже не хочу начинать. И это так тренирует нейронную сеть, что тогда, когда настанет время опасности Альцгеймера, то эта опасность может отодвинуться на годы, из-за того, что тренировано, так тренировано сначала. А вот теперь я ко второй части перейду, и это то, что мы с Юрием Викторовичем делали, вот сейчас у нас готова еще одна статья большая, я надеюсь ее на днях закончить и отправить. Статья эта называется нескромным образом «Происхождение жизни к эволюции организмов и информационных систем». Не больше, не меньше. У меня ужас охватывает примыслы об этом. Да, но основное, я не буду прочитывать то, что здесь, а просто объясню, о чем идет разговор. Это идея Юрия Викторовича, прямо скажу, но он меня заразил много лет назад, я сопротивлялась довольно долго, потому что говорила это не по силам нам. Его идея заключается в том, что есть некие общие принципы эволюции, которые распространяются как на биологические системы, так и на то, что они создали, а именно то, о чем я говорю, включая и информационные системы типа математических языков, то есть компьютерных языков, например. Поэтому, когда мы начинали в эту игру играть с ужасом и одновременно с большим интересом, то нас было трое. Юрий Викторович, значит, ваша покорная слуга, и профессор Меншуткин, который расписывал, как эволюционировали компьютерные языки. И паразит. Я все время, вот отвлекусь на секунду, я чего боюсь? Того же, о чем я вначале сказала. Когда мы смотрим на животных, нам кажется, что это вот так-то объясняется. Ведь дьявол в деталях, а именно в интерпретации. Мы же не говорим про людей, которые просто не умеют работать, или они жулики, или еще. Мы говорим про точно полученные данные, хорошими методами, вообще все красиво. Но дальше, вы же начинаете их объяснять. И вот когда вы объясняете, пианист играет как может. Поэтому я, чего боюсь, иду. Хотя оно вроде у нас получается, вот я сейчас расскажу. Но я боюсь, нет ли здесь, нет ли здесь вот такого рода ошибки, что как бы мы-то, у нас-то выходит, но может быть это у нас глаз такой, что так выходит. Вот ровно как про математику. Это у нас голова такая, поэтому у нас такая и математика. Вот я этого боюсь здесь, вот честно вам говорю. Ну, короче говоря, у Юрия Викторовича была идея, и я ее проверяла на языке человеческом, о меньшотке на этих самых штуках компьютерных, что у нас есть четыре иерархических уровня. Это вот примарные, функциональные единицы, органы и системы. И мы специально взяли такие экзотические сравнения, как клетка в биологии, фонема в языке, нефрон и морфема в языке. Морфема – это, условно скажем, слог. То есть это то, что получилось, если соединить несколько фонем. Я на секунду остановлюсь. Язык наш, в отличие, насколько мы знаем, от всех других коммуникационных систем, наших соседей по планете. Если это так. Почему я говорю, что эволюционный подход, просто он неизбежен в этой истории. Наш язык устроен из... Каждый из национальных языков имеет некий жесткий набор вот этих первичных атомов, фонем. Их может быть восемь, их может быть восемьдесят восемь. Но их не может быть уже девять или восемьдесят семь. Вот в каком языке... Это как конструктор лего. Понимаете, вот купили, что в коробке лежит, то лежит. И это все, что в языке человеческом или в языках человеческих конечное. Все остальное – это комбинации. То есть вот эти маленькие штучки, они вкладываются в морфемы, ну или в слоги, если вам проще. Те вкладываются в слова, матрешка такая. А в слова вкладываются фразы, фразы вкладываются в тексты. Вот такая цифровая организация. Об этом прямо даже вот пишет англоязычная литература, прямо пишет «digital hierarchical structure». Хиерархическая цифровая структура. Матрешки такие. Что-то подобное мы пытались найти с Григорием Викторовичем в вершуне, вот там через двор, когда исследовали коммуникационные сигналы обезьян, в частности цепоскопуцинус. Ничего мы, разумеется, не нашли. Я знаю, почему. Теперь я знаю, почему. Мы не могли найти, потому что мы не знаем, что из этого является единицей. Для этого нужно в голову влезть к ним. И не с помощью томографа, а с помощью того, чего у нас нет и не будет. Откуда мы знаем, что для них единица-то? Понимаете, мы разрезать можем, так же, как и мозг, нашинковать, как в пустом томографе мы можем все с большей и большей тонкостью. А дальше, как смысл-то оттуда вынимаете? Ровно то, что Война Семенцкая говорила. Не видел там ума. Как увидеть это? Это вот если без шуток, то это очень серьезный, поставленный вопрос. Хочу, опять же, вырезала, потому что времени нет, несколько вещей, которые говорил Леон Аргарыч и Иван Петрович. Это не то, что показывал Константин Владимирович, но очень близко. Хочу напомнить еще двух великих людей, именно Ухтамского и Бернштейна. Важнейшие фигуры. Между прочим, Иван Петрович Павлов победил, скажем так, Ухтамского в 20-м столетии, потому что вообще идея, стимул-реакция, которая на Западе шла, как бихевиоризм, Скиннер и вся команда, она всю экспериментальную парадигму 20-го века закрыла. И сейчас еще идет. Между тем, как, ну, просто некогда обсуждать, Ухтамский совершенно другие вещи говорит, как и другого поворота вещи, которые говорил Анохин-старший, и которые говорил Швырков, это другие повороты. И Северцев я уж вообще не говорю, как важнейшую роль играл. Вообще мы виноваты в том, что эти фигуры играют только в местном пространстве. Мы в этом виноваты. Нужно было позаботиться, или еще, по крайней мере, сейчас можно позаботиться, для того, чтобы сделать, что невероятно трудно и дорого, качественные переводы их работы, внедрение их в мировое научное пространство. Это все выпавшие фигуры, при том, что гениальные. Хорошо. Павло в 2014 году, между прочим, он настолько зашелся в этих своих мучениях по поводу несоединения физики и психики, так сказать, что он вообще запретил какие бы то ни было разговоры о сознании у себя в лаборатории. Прям в ярость подал, чуть ли там наказывал людей. Вот это мы не обсуждаем, об этом мы не говорим. Но это же не никто-нибудь говорит, это же говорит Иван Петрович Павлов. Это же не просто так у него ярость-то вызывало, а вызывало вот эта ловушка, уж не знаю, такая, как Константин Владимирович нарисовал, круговая вот эта штука. Это ясно, что попали в капкан, что мы просто не знаем, что с этим делать. Если мы дурачки, конечно, тогда мы быстро найдем, что с этим делать. И тогда что будет? Это то, на тему чего каждый божий день выходят десятки статей. А именно, когда мы ему показываем пульт, то у него вот что в мозгу загорается. Когда чашку, то вот что в мозгу загорается. Когда бутылку, а нам это зачем? Мы что, ищем адреса? Мы адреса не ищем, во-первых, во-вторых не найдем. Потому что они каждый раз разные. А в-третьих, даже если вы нашли, зачем? У нас же вопрос другой. У нас вопрос в том, как мысль, которая появляется, превращается в физическое действие. Вот это интересный вопрос. Есть ли такая вещь у животных? Уверена, что есть. Но а как вы докажете? Вот то, что я уже сказала. Эволюция языков. Языки эволюционируют все время. Их сейчас на нашей планете примерно 7 тысяч. Примерно, потому что зависит от того, как считать. Но это и не важно. Важно, что их много. Важнее, еще важнее другое. А именно, несмотря на огромную разницу в языках, это же, вот я не даром помещала, это разные языковые семьи, они вообще очень сильно отличаются друг от друга. Похоже, что, тем не менее, в них есть общие универсальные черты, которые, скорее всего, заложены в нас как в биологическом виде генетическим способом. Это несуществительные прилагательные или, я не знаю, предлоги. Это не про это. Это математические механизмы, которые дают возможность работать с такими кодами. И это очень энергозатратная вещь. Когда обсуждают эволюцию языка, языки, я повторяю, эволюционируют все время, то употребляются просто биологические термины, которые вот внизу написаны. Это в лингвистической литературе. Метания, педоморфизм, рекапитуляция, гибридизация, моно- и полигенез. Это слова, которые там есть. Так что такая попытка к нахождению таких общих магистральных вещей, она присутствует. Но вот, конечно, это рискованная наша работа. Вот она говорит о эволюции функции. Что с ними происходит? Как функция клеток, морфем, фонем, слов? Куда это движется? И мы видим, если мы не ошиблись сильно. Но для того, чтобы ответить, ошиблись или не ошиблись, нужно просмотреть очень много разных языков, что просто невозможно сделать. По крайней мере, мне. Это гигантская работа. Поэтому я говорю, что знаем, то говорю, что я смогла увидеть. И вот увеличивающаяся дифференциация черт разных, выпадение разных вещей, изменение функций у одних и тех же физических структур, они занимались этим, а теперь будут заниматься этим. Вот такого рода вещи, функциональные системы, идентификация функций, формирование комплекса. Мы это видим как в биологии, так и... Ну, хорошо, давайте это я проведу, потому что просто времени нет. Мы видим это как в биологических системах, так и в языковых, очень далеких друг от друга. Причем языковые для системы, они вообще из другой области, а уж компьютерные языки, они вообще из третьей области, потому что их человек придумал. Язык-то хоть сам развивался. То есть никто не садился и не придумывал человеческий язык. Это само шло. Он как бы рос так, как растет все биологическое. Рост, в смысле, развивался. Кстати говоря, вот те, которые стоят на позиции генетических основ, вот этой языковой способности человеческой, части хомской, они говорят, что язык как зерно. То есть он уже есть. Вот ребенок родился, он уже есть. Просто нужно правильно поливать и в нужную почву посадить. И тогда он вырастет. Он не обрастет тем, что на него валит из внешнего мира, а он вырастет, основные вещи там заложены. Они прямо пишут. Everything is already there. Прямо так и пишут. Все там есть уже. Это не значит, что внешний мир никак не влияет. То есть об этом речи нет. Он, во-первых, его включает. Не при профессоре Шаповальникове, и там других людей здесь сидящих будет сказано. Если ребенок не попадает в языковую и социальную среду, то история закончена. То есть какая бы у него ни была сверхзамечательная генетика, это ему ничем не поможет. Это нужно включить. Это устройство, которое включается. Причем оно должно быть включено вовремя. Если вы будете это включать, когда ребенку 10 лет, то опоздали. Меняются и большие структуры, то есть системы биологические или структуры предложений и текстов в языке. Другой тип синтаксиса возникает, другой тип организации вообще всего этого материала. То есть это уже довольно высокая ступенька вот этой иерархии всей. Еще раз подчеркиваю, я ни звука не говорила, ни про какие смыслы, ни про душевные переживания, ни про эмоции. Вообще ничего не говорю. И не говорю, естественно, сознательно. Но на все на это, то есть, честно говоря, я вообще не понимаю, как это может работать. Потому что это сложнейшая система. Если на все это мы будем накладывать то, что я специально упустила, то это просто вообще выпадает. Просто невозможно понять, как это может быть. Ну, короче говоря, основной вектор такой это увеличение числа регулирующих факторов и регулируемых параметров. И наиболее важная цель во всем это лучшая передача информации от биологической, чрезвычайно сложной, многоступенчатой, до такой кошмарной, как передача мысли. Что это такое, я даже не хочу обсуждать. Есть крупные очень лингвисты, я заканчиваю через несколько минут, например, Гевон, который формулирует шесть главных принципов, он про биологию ничего не знает, он формулирует шесть главных принципов того, что происходит с языком и, как ему кажется, в рамках биологической эволюции. И это очень похоже на то, о чем я говорила, это все появилось существенно позже, и более того, я про это узнала относительно недавно, года, скажем, четыре дома назад. Итого, как лингвистические, так и биологические данные говорят нам о том, что идет увеличение числа регуляций всяких, как самих факторов, так и правил, по которым они регулируются, и это все обеспечивает наиболее эффективную передачу информации. И закончу я вот чем, а именно Гёте, как в оригинале, так и в переводе. Что умный Гёте говорил? «Иль вот, живой предмет, желая изучить, чтоб ясно о нем познание получить, ученый прежде душу изгоняет, затем предмет на части расчленяет, и видит их, да жаль, духовный их смесь, тем временем исчезла, унеслась». Это ровно то, с чего я начинала, и о чем говорил Войга Исенецкий, и вообще любой мыслящий человек прекрасно понимает, что это, вот, собственно, это меня и расстраивает во всей этой истории, потому что расстраивает меня то, что у нас серьезный провал между очень мощным технологическим прогрессом, не поймите меня неправильно, что я его не оцениваю, я очень хорошо оцениваю то, что Константин Владимирович и Павел Слеславов показывали, разумеется, без этой мощнейших методов современных вообще говорить не о чем, но все равно этот вот провал между тем, что мы увидим каждый нейрон его части и каждый синапс, и даже сможем воздействовать на этот каждый синапс, и наличием ума в мозгу, вот это, к сожалению, не сокращается. Здесь явно нужен какой-то концептуальный мощный прорыв, и я даже не представляю, где он. Спасибо большое. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Сейчас у школьников. Хорошо, готовьтесь, пожалуйста. Школьники я не хотела бы звонить. У меня есть вопрос. У меня короткий вопрос, но перед ним длинное вступление. Я заранее прошу прощения за этот вопрос, но тем не менее. В 83-м году я участвовал в конференции в Институте биофизики Пущино, которая называлась «Саморганизация материи». Конференция была организована самим институтом, там присутствовал Пригожин, известный всем. И физиков были там Борис Борисович Хазанцев, он известен как известный теоретик, физик, плазм, математик, и Яков Борис Зельдович, которые рекомендации не нуждаются. Ну, естественно. Были в конце конференции два наклада, обрисвященные проблемой эволюции. Борис Борисович выступил с докладом на тему «Эволюция жизни на Земле». В этом докладе он говорил о том, что процесс эволюции не может быть объяснен на основе, скажем, теории опаренной или любой другой математической, теоретической теории, поскольку не хватает построения жизни, создания этих сложных психологических систем только за счет случайного столкновения, случайного процесса. которые тратят очень много порядка, величины по времени. И что Борис Борисович сказал за тем, фразу, которую я запомнил, и все запомнили на всю жизнь. Очевидно, единственное объяснение может быть, что процессу событийному путешествовал процесс информации, информационный процесс. Процесс информации, поток информации не мог быть и не может быть измерен в настоящее время инструментальными средствами количественно, хотя опыты, эксперименты идут в институте биофизики, в частности, Шноль занимался. А Шноль, я как раз хотел вспомнить. А Шноль как раз занимался. Об этом он никогда потом не говорил, он этим занимался тогда, это было сказано. Я это не путаю, потому что я сам присутствовал на этой конференции. Мало того, я переводил доклад, Владимир Владимировича Чеканцева, и не поверив, ушел, я переспросил его, с тем, что он повторил свою сентенцию перед Светлой Детворь, он повторил. Затем после этого был доклад Якова Владимировича Зельдовича, который тоже касался процессом эволюции уже Вселенной, от момента ноль и так далее. Ну и, значит, он рассказал о том, что было последствующие моменты, первые и начиные секунды создания, и его спросили, ну, хорошо, а процесс, который возникнет процесс в момент ноль. Что вы можете сказать о процессе в этом моменте ноль? Артайков Борисович очень четко сказал, процесс, который может существовать в момент ноль, он не является предметом физики, математики, он является скорее процессом гнастерологии, только теологии, в которой он не является специалистом, поэтому он за тему говорит вообще не хочет. А он только ограничивается вот этим самым эволюционным процессом и подпроцессом. Таким образом, возникла некоторая такая проблема о том, что необходимо включение, рассмотрение всей этой эволюционной системы и некого почти что неопределяемого информационного процесса, скажем, дух святой, как потом говорили во время Копин-Брейка. Но, значит, дух святой, он не может быть определён инструментально, очевидно. Это не та субстанция, которая можно определить инструментально, но дух святой может быть определён энергетически по воздействию по результатам этого духа святого на процесс эволюции. Можно посчитать плотность энергии духа святого. Дальше вопрос. Значит, после этих докладов, после 1993 года, никакие публикации нигде не было. Нигде не было. Ничего об этом не сообщалось. Каких публикаций не было? Где не было? Не были. Были? Да. В Союзе не было здесь, в России не было. Были. Вот. Если они известны, то интересно, когда-нибудь обсуждался вот такой идеалистический подход, в решении вопроса. Обсуждается, разумеется, и сейчас. Например, вот мы, скажем так, это уже наука, и не подлежит некому. Нет, все мы трое периодически участвуем, например, с институтом философии в разных семинарах. Причём это умные философы, я прямо вам говорю. Потому что нет, масса людей, которые просто просто образованные и не понимают, о чём речь. Мы говорим о командах людей, которые очень даже понимают, о чём речь. Я бы добавил ещё кроме философов, очень профессиональные физики, которые занимаются теорией информации. Причём теория информации вот собственно физики. Физики и специалисты по искусственному интеллекту. То есть в этом, это очень мультидисциплинарное такое поле. Я бы в связи с тем, да поскольку времени нет, просто напомнила про книжку, которую я тоже вырезала из соображения времени. Это Шрёдингер, понятный педагог Шрёдингер в 1944 году написал книгу «Жизнь с точки зрения физики». Это очень интересная книга. Она, кстати, быстро была на русский язык переведена, в 1947 году уже вышла. Она из Сити. Всем советую прочесть. Как Вы относитесь, например, к такому гласовско-научному направлению, как эллиминотивизм, когда вообще в науке эллиминотивизм. Когда в науке вообще отказываются таких понятий, например, как сознание или других аналогичных, потому что считается, что они искусственно созданы на гелесомолические системы, поэтому мы не можем объяснить с точки зрения... Плохо отношусь. Это говорит о отсутствии, ну, мягко скажем, смелости у тех, кто за это берётся. То есть заведомо... Понимаете, если мы отказываемся от этого, мы зачеркиваем историю человечества целиком. Мы не можем сделать вид, что этого нет. Потому что... Про логику я уж не говорю, но просто, ну, это сдать позиции вообще не начать. Да, это безумно трудный вопрос. Это кто думает, что он лёгкий, что душу можно измерить, когда она вылетает из умершего тела, но мы про это не говорим. Мы говорим про серьёзные вещи. Спасибо. Игорь Александрович. Татьяна Владимировна, вот вы говорили одну мысль, мы проводили, фонему, мы не знаем в мозге, какие вот элементарные процессы. Язык мозга, который пытаются изучать уже многое время, значит, по идее, тоже изучить невозможно. Потому что я знаю, что всё время пытались найти взаимоотношения между клетками, понять, каким образом, на каком языке они разговаривают. Правда, Анохин-старший говорил о том, что это вообще не язык, а это дым из трубы, печки, в которой сгорели все процессы, ну, молекулярные клетки. А вот эта фонема ведь не вообще будет тогда получаться. Вот это отрицание, по-моему, в вашей докладе прозвучало. Нет, я на самом деле, значит, я не очень ясно выразилась. Фонема – это конкретная физическая вещь. Это не идея. Но она одновременная идея, потому что я тогда понимаю, что является фонемой в этом языке, когда я знаю кор, когда я знаю язык. Например, есть тональные языки, в которых фонемой является не пел-пил, а пил-пел. Понимаете? То есть понижение голоса. Если я знаю правила, тогда я расшифровываю. Если я не знаю, то я не расшифровываю. В этом смысле фонема одновременно физическая единица, которую я могу сфиксировать, показать ее фотографию. И одновременно она часть кода, который либо ты знаешь, либо не знаешь. Что касается языка, то этот вопрос на самом деле к Константину Владимировичу, потому что я с клеточными вещами дело не имею. Я уверена, но вы же не ждете ответ, который и так всем здесь присутствующим известен, что это электрические сигналы, которые геохимические. Правильно? Я знаю, что тысячи нейрофизиологов этим занимались и фактически ничего не получили. Не поняли. Я трусливо передам этот вопрос. Это вообще, конечно, вопрос всем. Нет, конечно. Я не знаю, что сказать. А Николай Петрович что-то хотел. Николай Петрович, да, потом будет. Я хотел спросить, Петя Владимировна, вот вы нельком ушли потом от расшифровки этой идеи насчет того, что Комский сказал, что язык заложен вообще в начале эмбирогенеза. Что имеется в виду? Язык или способность к кодированию, которое привело к языку? Я могу ответить. Вот я, если помните, на одном из первых слайдов сказала, что один из вопросов, который по-прежнему находится в дискуссии, это языковые алгоритмы. Это отдельный некий блок. Я не имею в виду модуль в физическом смысле. Или есть большой блок, в котором умеют классифицировать, категоризовать, сочетать это с этим, это после этого. То есть это единый блок, внутри которого кое-что, что работает с языком. Или вот это мы все умеем, это здесь. Я повторяю, это не руками машу, не в смысле, что это в мозгу разделено. Естественно, что это огромная сеть, которые, паттерны, которые вот высвечиваются, как просил Павлов, там ездит это все дело. Вот. Так вот, эти люди утверждают, что языковой модуль, в кавычках модуль, что он отдельный. И он знает, что есть такие вещи, как субъекты и объекты, есть предметы и действия, есть каузальность, есть движения, есть такие вещи, как правильно, неправильно, это или это. То есть это вот какое, на самом деле, это математика. На самом деле, это не язык уже. Нет, так это язык. Это и поведение. Нет, это язык. Да? Почему эта битва, насчет того, что единая и не единая, почему она не кончается? Но вы знаете, у них же есть сильные аргументы, что языковая способность отдельная. Например, есть люди с генетическими нарушениями, именно определенные нарушения, которые ломают только язык. Значит, этот человек с высоким интеллектом, он выигрывает олимпиады по математике и физике, то есть у него все в порядке с этим, только он не может освоить простейшие вещи, типа стол-столы, что необъяснимо, потому что у него вообще все в полном порядке. То есть у него ломаются только языковые. Семьи исследуют. Сейчас недавно у меня очередная статья проехала. В нескольких поколениях исследовали семью с очень высоким IQ, у которых ломался только язык. Это не те генетические первые, а вот свежие. Страшное дело. Вот что это? То есть есть признаки того, что может поломаться только это. Мы знаем из клиники, что тоже непростая история. Если все-таки кирпичом по зоне врага заедут, то человек замолчит. Это правда. А если по зоне верники заедут, то замолчит, то он не замолчит, но зато понимать ничего не будет. А теперь забудем про это и засунем голову здорового человека в томограф, чтобы каждый, ну не каждый, но многие видели. И что мы разве там видим при речевой деятельности действующие брака или верники? Нет, не видим. То есть мы видим, но мы видим и кучу всего остального, потому что остальное куда делось? Все виды памяти, эмоции, дверь маклорика, до чертой бабушки всего. То есть здесь есть противоречие между клиникой и... можно ответить еще немножко? Ну, если только там уже очередь садится. Да, абсолютно. Ну, интересный просто момент, потому что в продолжение этого я вспоминаю, четвертый или пятый курс медицинского института, когда я учился, нас привели к палату. Казали нервных болезней. Показывали больную в тяжелом паралите, которая лежала, но это овощ было абсолютно. Не способно ни на что ответить. Тяжелейшее впечатление было. И доктор сказал к нашу преподавателю, что вот это случай в высшей степени интеллектуальная и интеллигентная дама, которая владеет всевозможными языками и так далее, и тому подобное. Мы не сможем с ней разговаривать, потому что она ни на что не способна отвечать. Перед этим как раз шел разговор о латерализации, о нахождении в определенной части мозга центров ответственных за речевую функцию, правое и левое полушария. Вот у нее как раз врожденный язык русский, он потерял полностью совершенно ее способность. А вообще-то она блестяще владела разными языками европейскими, там множеством, и хорошо владеет французским. Меня их обрадили с ней, потому что знали, что я знал французский язык. Я с ней заговорил, она мне на четком французском языке. Отличная история, блестящая. Абсолютно, блестяще, хорошо, так сказать, осмысленно вполне. Это было вообще откровением для, прежде всего, для персонала медицинского. И к вопросу о том, что все в другом месте, в другое время, и все-таки создается весь комплекс этих кодов, которые способны в другом полушарии вызвать те же самые... Совершенно верно. Во-первых, именно в связи с полиэпилингвизмом мы еще с Баллоновым, с Деглиным этим снимали, что активная у нас в Брейнам Легвич статья опубликованная. Это очень интересная тема, не будем даже ее сейчас ровывать. Но я бы еще шире взяла. Мы же знаем примеры, нейрохирургические примеры, когда у человека из-за очень серьезной эпилепсии вынуждены целиком удалять левое полушарие. Вот ему вообще левое, ни брака, ни верники, ничего там нету. Вот полмозга нету. После этого проходит, скажем, там недели или 10 дней, он начинает речь понимать, что само по себе непонятно, потому что те места, которые мы понимаем, исчезли. Вот. А еще через некоторое время, да, плохо, да, трудно, но тем не менее он начинает говорить. Это как? Это говорит о том, что мозг на всякий случай ксероксы слабенькие раскладывает в разных местах. Программа есть, но ее надо все-таки запустить. Да. И вот это вот, кстати, вот с французским, это вот очень хороший пример. Я знаю пример, когда у человека в результате травм черепно-мозговых, у него 4 языка было, у него снесло вообще все, но одна вещь, это какая-то, парциальность функции, одна вещь у него осталась. Он мог читать по-немецки только в случае, если готический шрифт. Вы можете представить, вообще все снесло, кроме готического шрифта. Что мне больше представить? Спасибо большое. Так, ваш последний вопрос. Нет, это мура. Я вынуждена расстроить всех славянок, которым я отношусь сама, поэтому я не права. В данной ситуации, я как-то на славянском языке говорит, тогда я не знаю, потому что такого нет языка. Нет, на русском. Вы говорите на русском. На русском. Просто я знаю данные, когда вы меняли общение взрослых, я казалась, что когда говорят на русском, я действовала от нашей судьбы, а то мы при чтении английского не задействовала. Я просто чёртаю. Действительно, есть данные, это не мои данные, вы можете смеяться. Это данные плохо подготовленной группы, потому что для того, чтобы делать такие выводы, во-первых, нужно массовое исследование сделать, во-вторых, всё равно оно ничего не даст. Возможно, я просто у вас спросила. Нет. Отвечаю нет. Причём категорически этого не может быть. Спасибо. Вы, к сожалению, вынуждены двигаться дальше. Спасибо большое. Спасибо большое, Катяна Азина. Спасибо. Спасибо. Спасибо.